Добрый вечер, дорогие зрители! В эфире телеканала CBC вечерний выпуск новостей в студии Самир Кулиев. И вначале коротко о главных событиях. Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам в шести месяцев 2023 года. Госпогранслужба Азербайджана заявила, что выявила неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста через ППП Лачин. Процессы в мировой экономике, ситуация на финансовых рынках, события в экономиках США и Китая были обсуждены в ходе визита главы Минфина США Джанет Йеллан в Китай. Стороны назвали переговоры конструктивными. Бакинский Невчи представил нового главного тренера. Им стал известный румынский специалист Адриан Муту. Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам шести месяцев 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. В ходе выступления глава государства затронул тему финансового положения страны, при этом поделившись оптимистичными прогнозами в экономике на вторую половину года. Восстановление Карабаха, дальнейшего укрепления армии, транспортных и логистических возможностей страны и вопросы экологии. Также глава государства анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору и заявил, что рассчитывает на сближение позиций в переговорном процессе. Позиция Азербайджана по мирным переговорам, по словам Ильхама Алиева, ясна, логична и опирается на международное право. По мнению главы государства, на этих принципах, на основе норм и принципов международного права, может быть подписан мирный договор. И такие возможности есть. В то же время президент отметил, что не все зависит от Баку. Противоположная страна тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу. Если в октябре прошлого года Армения признала территориальную целостность, суверенитет и границ Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и Анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим наши усилия в этом направлении, заявил Ильхам Алиев. Говоря о реалиях мировой политики, президент Азербайджана заявил, что рассчитывать только на международное право в резолюции международных организаций не приходится. Правила в мире, как сказал Ильхам Алиев, полностью нарушены и не соблюдаются. По словам главы государства, Азербайджан должен быть сильнее, прежде всего, чтобы защитить себя, защитить свою независимость, защитить свой выбор, свой образ жизни, свою территориальную целостность. После выступления главы государства совещание продолжилось обсуждениями. Азербайджан сближается с крупнейшей экономикой ЕС. Германия – один из важных политико-экономических партнеров Азербайджана в Европе. Вот уже более 30 лет стремительно развивается сотрудничество между странами в различных сферах. Возросшая динамика развития двусторонних отношений была отмечена и в ходе сегодняшней встречи в Баку президента Азербайджана Ильхам Алиева и государственного министра МИД Германии Тобиаса Линдера. Связи народов Азербайджана и Германии имеют глубокую историю. Баку является самым важным торговым партнером Германии на Южном Кавказе. Германия и Азербайджан поддерживают хорошие двусторонние отношения с 1992 года. Известно, что Азербайджан – главный экономический партнер Германии на Кавказе и единственная в регионе страна, где действует внешнеторговая палата Германии. Она же является официальным представителем немецкой экономики в стране. Азербайджан находится в десятке важнейших поставщиков сырой нефти в Германии. Основными видами экспорта из Германии являются машины, транспортные средства и комплектующие, металлургическая продукция и производственные мощности. Визит госминистра Германии в Азербайджан демонстрирует прежде всего наличие позитивных отношений между Азербайджаном и Германией. Это идет о двухсторонних отношениях. Вместе с тем, Азербайджан сегодня стал достаточно важным партнером для Евросоюза в целом. Те стратегические проекты, которые осуществляет Азербайджан в области энергетики, в области транспорта, они служат базой, той экономической базой, которая дает возможность Азербайджану стать достаточно важным партнером Евросоюза. У Германии достаточно большой потенциал, и Азербайджан серьезно заинтересован в развитии наших торговых отношений. Развитие с Германией экономических, политических и культурных связей всегда имело для Азербайджана особый интерес. В настоящее время в стране функционирует порядка ста немецких предприятий. Региональное сотрудничество страны, являющейся одним из основателей Европейского Союза, сосредоточено на поддержке мирных усилий, устойчивом экономическом развитии, охране окружающей среды и климата, а также демократии, поощрении верховенства права и развитии муниципальных структур и структур гражданского общества. Я думаю, что Германия, так же, как и многие европейские страны, заинтересована в мире и стабильности в нашем регионе. Значение нашего региона возрастает с каждым днем. Наличие санкций, война между Россией и Украиной требует от Европы думать о новых энергетических источниках, думать о новых транспортных коридорах. Азербайджан уже создал платформу для этого. Еще раз Азербайджан продемонстрировал, что наша политика – это политика взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. Азербайджан также заинтересован в сотрудничестве с Германией в гуманитарной сфере, образовательных и культурных программах. Стороны намерены и в будущем предпринимать шаги для укрепления двусторонних отношений. Эсмир Алиева, Фарид Эбадов, CBC. В Баку начало работу восьмое совещание руководителей органов дипломатической службы Азербайджана. Выступивший на мероприятии министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов рассказал о процессе нормализации Азербайджана-армянских отношений, внешнеполитических приоритетов государства на фоне вызовов современности, предпринятых в важных шагах и достигнутых достижениях в направлении предотвращения нынешних вызовов, участия Азербайджана в мероприятиях международного уровня. Встреча продолжилась с параллельными панельными дискуссиями по регионам, а также сессиями по вопросам энергетики, экономической дипломатии, финансово-кадрового, консульского, правового, международного права, организационно-надзорной деятельности и организации обслуживания. Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Противозаконные действия пытались осуществить через погранично-пропускной пункт Лачин на государственной границе с Арменией. Несмотря на то, что по официальным каналам гуманитарной организации было сделано предупреждение, необходимые шаги по пресечению незаконной деятельности не были предприняты. Использование транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста для контрабанды, является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием республики, гуманитарной организации. В связи с фактами контрабанды было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики. А переход через погранично-пропускной пункт Лачин временно приостановлен из-за проведения необходимых следственных мероприятий. Все эти годы Комитет Красного Креста позиционировал себя как гуманитарная организация, прозрачно осуществляющая свою деятельность. Но так ли это на самом деле? Последние события заставляют усомниться в благих намерениях Красного Креста. Международный Красный Крест был выше любой политической схватки, выше любых политических страстей. К сожалению, мы должны констатировать, что Международный Комитет Красного Креста уничтожает свою репутацию объективного, беспристрастного посредника, который способен работать на благо людей, несмотря на их национальную, религиозную, этническую, политическую принадлежность. Если окажется правдой, что Международный Комитет Красного Креста причастен к нарушению государственной границы Азербайджана через попытку провоза контрабанды, то авторитет Красного Креста будет очень сильно нарушен. У этой организации прекрасная репутация, но выявленные факты идут уразрез с тем, как пытается позиционировать себя структура. Эта новость еще раз заставляет задуматься, насколько Армения в серьезном стремлении достичь мира с Азербайджаном, так как это произошло на глазах армянских властей. Азербайджан обладает полным правом временно закрыть пропускной пункт. Я надеюсь, когда он вновь откроется, армянское население и армянские власти осознают, что Азербайджан серьезен в вопросе проверки каждого транспортного средства. Вне зависимости от того, носит оно гуманитарный характер или нет. Такие провокационные шаги не должны происходить. Даже во время Второй Карабахской войны гуманитарная организация занимала однобокую позицию и действовала лишь в интересах Армении. Вызывает недоумение и тот факт, что офис Красного Креста, находящийся в Азербайджане, подчиняется не бакинской, а ереванской миссии. Так какой в этом случае смысл функционирования офиса гуманитарной организации в Баку? И не настало ли время поставить вопрос о его закрытии? Это не первый раз, когда Красный Крест, чиновники, работники Красного Креста причастны к противоправной деятельности. Можно вспомнить случай отказа предоставления информации о задержанных военнослужащих Азербайджана. Если Международный комитет Красного Креста, вместо того, чтобы помогать людям, встает на сторону одной из конфликтующих сторон, значит он уничтожает свой авторитет и фактически уничтожает свой функционал. В дальнейшем, если будут такие ситуации, Красный Крест, скорее всего, будет смотреться, на Красный Крест будут смотреть с опасностью, а не с надеждой. Для получения комментариев в связи с попыткой провоза контрабанды через погранпереход Лачин на автомобилях Международного комитета Красного Креста редакция телеканала CBC направила запрос в азербайджанское представительство гуманитарной организации. Однако ответ от них не пролил свет на ситуацию, а скорее наоборот, озадачил новыми вопросами. Международный комитет Красного Креста осведомлён о сообщениях о незадекларированных товарах, провозимых через ППП Лачин, и не поддерживает незаконную деятельность. Запрещенный груз не был обнаружен ни в одном транспорте, принадлежащем Международному комитету Красного Креста. Все гуманитарные грузы проверяются таможенными органами Азербайджанской Республики. Однако, к сожалению, водители четырёх арендованных автомобилей с временными эмблемами Красного Креста попытались провести в своих автомобилях коммерческие товары, не сообщив нам об этом. Эти лица не являются сотрудниками Международного комитета Красного Креста. И все служебные контракты с ними были немедленно расторгнуты. Работа, которую мы проводим, носит исключительно гуманитарный характер. В своём заявлении комитет Красного Креста признал незаконную перевозку грузов через погранпереход Лачин, но с оговоркой на то, что автомобили гуманитарной организации были арендованы. Удивительно, что в такой авторитетной международной структуре не контролируются подобные процессы. Можно ли быть уверенным, что незаконные действия вновь не повторятся? И в следующий раз контрабанды для армянских преступников не станут опасной грузы? Ответ скорее нет, чем да. Тему продолжим с доктором политических наук Татьяной Полосковой. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли приглашение. И хочу спросить вас. Если подтвердиться именно умысел, прямой умысел в действиях Международного комитета Красного Креста, насколько законны тогда действия Международного комитета Красного Креста? Можно ли назвать их действия самоуправством? Ведь фактически, пользуясь дипломатическим статусом, они оказывали содействие в осуществлении контрабанды. Ну, вы знаете, я боюсь, что я внесу ложку дегтя в бочку с медом. Я имею в виду выступление предыдущего спикера по поводу Красного Креста, что они ничего не знали, и вообще это самоуправство водителей. Но, вы знаете, мы знаем случаи, когда аналогичные истории бывали в других странах, когда Международный Красный Крест использовался не только для провоза контрабанды, но и для совершенно другой деятельности, для сбора информации. Я, например, лично столкнулась с другой приятной организацией, тоже с хорошей репутацией, как врачей без границ, в частности в Чечне во время Первой войны. Я могу сказать, что некоторые сотрудники этой организации были похожи на кого угодно, только не на врачей. Так вот, вернемся к сегодняшней ситуации. Это вообще проблема Красного Креста. Первое – проверять работников при наборе на работу. Второе – контролировать загрузку. Это не проблема таможенных пограничных служб Азербайджана. Их задача уже проверять на проезде через контрольно-пропускной пункт, что там везут, что они сделали. Если бы это был единственный случай в машинах Красного Креста, но я бы еще поверила, что это случайность. Но когда это систематически, по неволе возникают вопросы. Мы прекрасно знаем, для чего закрывали свое время лачи. Для чего был закрыт лачи. Он был закрыт, потому что через этот проход проходили наркотики и оружие. В конце концов Азербайджан обеспечил там охрану, обеспечил законное прохождение этого пропускного пункта. И тут опять начались истории с контрабандой. Я считаю, что ответ представителя Международного Красного Креста в Азербайджане, который мы сейчас слышали, он в общем достаточно невнятный. И здесь, конечно, нужна масштабная проверка деятельности организации в Азербайджане. Я не имею права вмешиваться, конечно, в действия Азербайджана, но у меня это вызывает большие вопросы. И второй вопрос. Уже чисто пропагандистский. И армянская пропаганда из всех утюгов во всех странах и не в странах заявляет о страшном голоде армянского населения, потому что лачи закрыты, ну, во-первых, это ложь, а во-вторых, ну, господа, если у вас там страшный голод, и вы от него пухнете, тогда почему среди этих отрабатанных товаров нет продуктов питания? Почему там все что угодно, телефоны, какие-то запчасти, только что наркотики не нашли? Вот, где голод-то на самом деле? Я думаю, что эта история, во-первых, не только эта история вызовет проблему по международному красному кресту в Азербайджане, не только в Азербайджане, но и самое главное, это очень большой удар по армянской пропаганде, если вот это везется. И потом, вы знаете, ну, все водители – это этнические армяне. Если вам дали, разрешили, дали такую возможность на машинах Красного Креста беспрепятственно проезжать и возить для ваших же соотечественников предметы первой необходимости, медицинские и другие, так зачем вы подставляете своих же братьев? А я объясню, почему. В свое время Карл Маркс сказал, что для капиталистов есть только один бог – это бог наживы. В данной ситуации для этих людей нет понятия армянства. Для них понятие наживы стоит во главе угла. Поэтому я думаю, что эта история, она сыграла лишний раз против армянских реваншистов. Я еще раз хотела бы обратиться к армянам. Я знаю, они слушают, смотрят, в всяком случае, мне пишут и вопросы задают даже. Ну, в общем, ребята, ну, хватит валить дурака. Ну, давайте, ну, выстраивайте нормальные отношения с азербайджанским соседом. Прекращайте этим заниматься, и тогда все будет нормально, без всякой контрабанды. То есть в сухом остатке, я считаю, что эта история требует дополнительного разбирательства. Чем реально занимается представительство Красного Креста в Баку? Татьяна Викторовна, а вот такое небольшое уточнение я сделаю. По сути, правоохранительные органы Азербайджана на вот этой условной границе, на пограничном пропускном пункте выполняют именно пограничные функции. Именно таможенных функций там сейчас нет. Да, с точки зрения границы провоз подобного контрафакта запрещен. Но, может быть, там Азербайджану стоит поставить действительный таможенный пункт? Раз уж хотят заниматься коммерцией, пускай все это облагается налогом, пускай оплачиваются пошлины, пускай Азербайджан на этом зарабатывает, как и должно быть. Как вы считаете? Ну, конечно, если машина, во-первых, машина Красного Креста этим не имеет права заниматься. Я очень долго занималась гуманитарной деятельностью, у меня это как бы профессиональное знание, но, во-первых, если это гуманитарный груз, это гуманитарный груз. Там ничего на продажу быть должны, не должны. Если они хотят дополнительно провозить что-то коммерческое, но это надо согласовывать, это должно быть особое разрешение, надо четко объяснить, для чего это. И, конечно, за это взымается налог. Они ведь не только провозят, но и провозят контрабанду, чтобы ее продать. Они же от налогов уходят таким образом. Простите, пожалуйста, у меня бывали прецеденты, когда в одной стране мне пытались икону конфисковать, не на постсоветском пространстве. Были все документы, что это гуманитарный груз церкви. Ладно, там вмешались представители местной церкви православной, это не в России было. А тут, в общем, эта история, если бы еще повторюсь, один раз, да, но это системно. Надо разбираться, конечно. Если уж так им хочется что-то возить и зарабатывать на бесплатные шприцы, я думаю, что Красный Крест что-то скажет, для чего он это делает. Вот они на шприцы зарабатывают, и тем самым на хлеб. И тогда надо как-то это все приводить с помощью юристов в какой-то разумный вид. А так, ну, это позор очевидной. Ну, стыдно за это просто. Я стыдно, им не знаю. Может, и не весело. Татьяна Викторовна, а вот не является ли действием, так скажем, Международного комитета Красного Креста неуважением к территориальной целостности Азербайджана? Ведь дело в чем? Весь мир признает Карабах азербайджанским. А офис, который находится в Ханкенди, фактически напрямую подчиняется офису, именно имеется в виду Международного комитета Красного Креста, офису в Ереване, а не офису в Баку. То есть, может быть, уже пора все-таки переподчинить вот этот офис в Ханкенди именно под, так скажем, юрисдикцию Баку, чтобы подчинялся напрямую Бакинскому офису Международного комитета Красного Креста? Ну, вот я этого нюанса даже не знала, но все-то знать невозможно, конечно. А с какой стати они подчиняются Иривану, если это территория Азербайджана? И даже если на этом настаивать Ириван, ну, руководство Международного Красного Креста центральное должно же понимать, что происходит, что это за это и неуважение, и это вообще нарушение международных правил. Поэтому пусть... Ну, понимаете, кому-то было очень хорошо все это время, в том числе в Международном Красном Кресте. Я думаю, что перегон контрабанды это не первый случай, в котором участвуют машины, машины Международного Красного Креста. А сейчас у кого-то пропала бизнес-сфера. Это ведь раньше, в советское время, когда мы узнавали, что дипломатические миссии или международные организации занимаются бизнесом, и все были в шоке. Я помню, как в 80-х годах прошла первая информация, что в гробах с советскими военными из Афганистана генералы вывозили наркотики. Когда это стало, в общем-то, предметом гласности, я помню, какой это был шок. Но это были те времена. А сейчас, когда у многих людей в голове доллары крутятся, то что угодно может быть. Поэтому однозначно, конечно, они должны переподчиниться азербайджанскому офису, но не хотят, но двери открыты. А второе, надо серьезно заняться проверкой деятельности, потому что, я думаю, там может что-то еще вылезти, кроме телефонов, которые они провозили, партии там, какие-то запчасти они возили. Может, то еще и повеселее. Потом, вы знаете, медицинские препараты, многие включают наркотические средства. Это и общеизвестно тоже. Здесь может быть очень интересная история. Я думаю, что здесь нужно журналистское расследование и, конечно, участие в правоохранительских органах Азербайджана. Надо разбираться. Спасибо большое, Татьяна Викторовна, за ваши ответы и за ваши советы. Благодарим вас. Спасибо вам. На прямой связи из России была доктор политических наук Татьяна Полоскова. Беглый российский миллиардер Рубен Варданян угодил в очередной коррупционный скандал. Преступный олигарх помогал бывшему гендиректору Роснана Анатолию Чубайсу уклоняться от уплаты налогов. В распоряжении российских СМИ и телеграм-каналов оказалась запись разговора Чубайса с Ильей Сучковым. Речь идет о предпринимателе, который помогал гендиректору Роснана возводить дворец в Подмосковье. Так, во время упомяненного разговора Чубайс отмечает, что поручил Варданяну разработку и реализацию схемы по отмыванию денег через продажу того самого особняка. В деле замешаны швейцарские подставные компании. Подобные незаконные деятельности Варданяна уличают далеко не в первый раз. Его имя фигурирует в нескольких расследованиях Российского фонда борьбы с коррупцией. Это не мешало скандальному олигарху изображать из себя благотворителя в Карабахе. Правда, на фиктивном посту госминистра сепаратистского режима он продержался всего пару месяцев. Бредовые заявления продолжают поступать из Армении. В этой стране никак не могут смириться с разгромным поражением во Второй Карабахской войне. На кого армянские политики и эксперты пытаются возложить ответственность, в этот раз узнаем в следующем материале. Гонка абсурда в Армении набирает обороты. Известные политики и общественные деятели страны словно объявили соревнования по самым бредовым высказываниям. Особым вздором в этот раз выделился военный эксперт Айк Наепетян. Он без видимой причины спустя два года решил прокомментировать передачу карт минных полей Азербайджану. Тех, что оказались достоверны лишь на 20%. Естественно, о последнем факте псевдоэксперт решил не вспоминать. Наепетян считает, что Еревану вовсе не стоило раскрывать какие-либо детали минирования азербайджанских территорий. Я не верю, что Никол Пашинян отдал карты для возвращения солдат. Я более склонен верить тому, что он продал эти карты, потому что он по своей внутренней природе торгаш. Эти карты, если завтра будет война, будут нужны нам. Не надо было их отдавать. На этом словесная билиберда Наепетяны не закончилась. Псевдоэксперт считает, что у Армении есть все перспективы стать ядерной державой. По его словам, Еревану в этом может помочь Москва. Россия, утверждает Наепетян, должна сотрудничать с Арменией против растущего в регионе авторитета Турции. Армения очень быстро должна получить тактическое оружие с атомными боеголовками, что может использоваться против Турции. Конечно, для этого сначала нужно убрать к черту Пашиня на его команду. На их места придут нормальные люди, способные договориться с Россией, ОДКБ. Это приведет к ситуации, когда Армения может стать атомной державой менее чем за пять минут. То близкий друг, то злейший враг. Похоже, в Армении никак не могут определиться, как именно нужно воспринимать Россию. В отличие от скандального военного эксперта Наепетяна, армянский депутат Гагих Милконян не видит в Кремле союзника. Парламентарий считает, что Москве нельзя доверять даже охрану транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Зенгизурского коридора. Дороги коммуникации можно открыть, но они не должны быть под контролем россиян. Российская страна в свое время поставила базу на границе. Довольно большое число военнослужащих, но они ни во что не вмешались, когда это было надо. Рассчитывал на поддержку России во время Второй Карабахской войны и бывший министр иностранных дел Армении Вардан Асканян. На своей странице Facebook он возложил всю ответственность за позорное поражение на премьер-министра Никола Пашиняна. Асканян считает премьера далеким от дипломатии. Когда ты говоришь, что признаешь Карабах часть Азербайджана, то ты уже оправдал ожидания противоположной страны. Наши власти совершили ошибку. Почему они назвали пять пунктов Азербайджана приемлемыми? Надо было проявить дипломатию и просто сказать, что мы принимаем к сведению эти пункты. Это доказательство некомпетентности властей, от которой страдает не какая-либо группа людей, а целая нация. Бывший министр иностранных дел Армении призвал нынешние власти страны брать пример у предшественников. Асканян считает затягивание переговоров признаком продуманной дипломатии. Лидеры стран НАТО достигли договоренности о том, как определить свои будущие отношения с Украиной, включая ее предложение о вступлении в Альянс. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из дипломатов, окончательная формулировка декларации, касающейся будущего членства Украины, гласит, что организация будет в состоянии направить приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся и условия будут выполнены. Как и сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для очного участия в проходящем там саммите организации. Ожидается его встреча с президентом США Джо Байденом в кулуарах. Как пишет политика, об этих планах им сообщил чиновник Белого дома, ознакомленный с планом визита американского президента в столицу Литвы. Известно также, что Джо Байден уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Подробности встречи пока не сообщаются. Отметим, что на полях саммита НАТО проходят важные встречи лидеров стран, которые используют данную площадку для решения насущных вопросов. Отношения между США и Великобританией надежны, как скала. Об этом накануне заявил президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В чем заключается сотрудничество этих двух стран и насколько оно прочно. Накануне президент США Джо Байден прилетел в Великобританию в преддверии саммита НАТО, который проходит в Литве. В понедельник после встречи в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит Риши Сунак и Джо Байден подчеркнули, что их страны близки, как никогда. По мнению экспертов, отношения между европейскими союзниками и США ухудшились во время президентства Дональда Трампа. Джо Байден же склонен развивать сотрудничество с Соединенным Королевством. В последнее время были определенные сдвиги, даже позитивную, положительную сторону в этих отношениях. Как мы знаем, за время президентства предыдущего американского президента многие отношения с Европой были, скажем, сведены на более низкий уровень отношений до того, что Америка начала принимать более, может быть, изоляционистскую политику в плане ограничения тех преференций, которые она предоставляла европейским странам. В июне этого года премьер-министр Великобритании Риши Суннек посетил Вашингтон с официальным визитом. Тогда в ходе встречи двух лидеров в овальном кабинете Джо Байден также отмечал, что отношения между США и Великобританией находятся в хорошей форме. В подтверждении этому было подписано Атлантическое соглашение, которое обозначило сферы дальнейшего взаимодействия между двумя странами. Акцент в этом соглашении он делается, конечно же, на взаимодействие в экономической сфере. Это взаимодействие по современным технологиям, в которых включает, конечно же, искусственный интеллект, который включает новые технологии, который включает непосредственно взаимодействие по поводу исследования космоса, исследования в сфере биохимии, в сфере новейших технологий, безопасности, кибербезопасности. Этот рамочный документ также предусматривает инвестиции в глобальные проекты, призванные координировать усилия в сфере предотвращения глобальных угроз. Эксперты считают, что данное соглашение представляет не только большое экономическое значение, но имеет и определенную политическую основу. Это своего рода демонстрация внимания, которую США уделяет отношениям к Соединенным Королевствам. Великобритания также склонна к расширению сотрудничества в свете выхода из состава Европейского Союза. По словам экспертов, несмотря на то, что Джо Байден во главе угла ставит интересы США, внешняя политика правительства направлена на поддержку международных союзников. Таким образом, укрепление сотрудничества с отдельными партнерами представляет собой противовес таким силам на международной арене, как Россия, Китай и Иран. Лейли Гусиньей, Си-Би-Си. Подводя итоги недавнему визиту министра финансов США Джанет Йеллан в Китай, эксперт отмечает, что переговоры сторон прошли в конструктивном ключе. По данным информационного агентства Синьхуа, проведен подробный, откровенный и практически обмен мнениями об экономическом и финансовом положении двух стран и мира. Также обсуждены перспективы совместной работы для решения глобальных проблем. Стороны договорились укреплять общение и сотрудничество и продолжать поддерживать взаимодействие. Глава Минфина США в интервью после поездки рассказала, что на встречах велись содержательные разговоры о мировой экономике, экономике США и Китая, а также о ситуации на финансовых рынках. По словам Джанет Йеллан, ее целью было встретиться с новой экономической командой КНР, чтобы установить прочные отношения и обсудить имеющиеся разногласия. То, что пыталась сделать Йеллен, похоже, ей это удалось, это заново перезапустить процесс пообщения между высшим руководством финансовых властей США и Китаем, поскольку последнее время риторика была явно негативной, было введено множество санкций со стороны США, были взаимные обвинения, были проблемы, которые высветились совершенно неожиданно между двумя странами. Но в Америке, как бы поняли ошибочность этого курса и пытаются перезапустить отношения, поскольку даже налоговые или фискальные и прочие меры внутри США, они зависят сегодня от экономического состояния в Китае, поскольку он является крупнейшим торговым партнером. Министр финансов США по ее словам была тепловстречена в Китае, где провела около 10 часов встреч, в том числе с премьером Госсовета Ли Цианом, вице-президентом Народного банка Китая Пань Гуншеном и вице-премьером Хэли Феном. Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономике наших стран, о финансовых рынках и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение и мы договорились проработать их со временем заключила Елан. Между тем, вице-премьер Хэ на встрече отмечал, что перенапряжение национальной безопасности не способствует нормальному экономическому и торговому обмену. Китайская страна также выразила беспокойность в связи с санкциями и ограничениями, введенными США в отношении КНР. У нас все-таки в Америке на самом деле есть серьезная позиция по отношению Китая. Там хотят замедлить ее экономический рост, также сделать из нее в общем-то просто производственную базу, решить ее технологического будущего. Китай этому активно сопротивляются. На фоне всего этого возможен некий компромисс. Вот Левин, Адонио Блинкин были вестниками этого компромисс. Адонио Блинкин в тренерском списке у Муту значится работа в румынских и арабских клубах. Также он руководил молодежной сборной Румынии. Нефчи председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам шести месяцев 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. В ходе выступления глава государства затронул темы финансового положения страны, при этом поделившись оптимистичными прогнозами в экономике на вторую половину года. Восстановление Карабаха, дальнейшего укрепления армии, транспортных и логистических возможностей страны и вопросы экологии. Также глава государства анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору и заявил, что рассчитывает на сближение позиций в переговорном процессе. Наша позиция по мирным переговорам ясна, логично, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе нормы принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть. Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу. Однако, ещё раз говорю, не всё зависит от нас. Противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу. Если в октябре прошлого года Армения признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные сёла. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим наши усилия в этом направлении. Это были все новости на сегодня. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова